Добрый день, кто смотрит это видео. Вот сегодня у нас на даче печальный день. Два дня назад отключили за долги общество по свету. Приехали вчера на дачу, развернулись и уехали обратно. Соседи, кто здесь живет, продукты вытаскивают и выбрасывают на помойку, потому что два дня, уже третий день пошел к концу. Света как не было, так и нет. Понятно, кто его будет включать, если миллионные долги общества и продукты вытаскивают на помойку, потому что все прокисло, все испортилось. И сегодня у нас все собираются на собрание, посвященное этому дню. Сейчас мы это посмотрим. Вот столько собралось народу. Даже телевидение есть у нас. Все возмущены до предела. Так люди бушуют. Вот такой шум. Пришло и телевидение здесь. Ужасно, что творится. Чуть не до мордобоя. Кто виноват, что долги. Как будто при ней. При ней что-то изменится. Аня, я выиграла 600 тысяч. Даже в семнадцатом году. И ведомости, смотрите, ведомости, это минус, минус, минус. Это то, что он выиграл. Суд. Леша, я вам покажу. Я не ставлю. Астануру мы оплачиваем. Где написано март 2017. И потом только оплата в семнадцатом году. А там только начислить. Видите, я вам покажу. Хорошо. Нет, видите, я вам покажу. Нет, сейчас у меня документы. Я зачем. А у нас света нет в обществе. У нас собрание. Вот так все люди интересуются, почему столько машин. Это другие общества. Они проезжают просто мимо. Но вот столько машин у нас стоит у ворот. Даже не помещаются все в территорию. И проезжая мимо, все спрашивают, а что у вас творится. Да творится страшное. Платим вроде бы аккуратно. Задолженности лично у меня нет. За этот год у меня погашено. И предложение поступило по пять тысяч еще скинуться. Ну вот скажите, ну сфигали я буду платить еще за должников. Ну почему я должна и обязана, чтобы жить на даче, заплатить за какого-то урода, который не платит. Ну вот подскажите, я что, дочь миллионера? Или у меня стоят мешки с деньгами? Люди пользуются дачами, да? А почему-то мы должны еще за кого-то оплачивать. Вот где выход? Где выход, что приезжая на дачу, я не должна собираться вечером и уезжать опять. Полить бензин свой, да? Продукты, которые я сказала уже у людей, они просто портятся. И люди выкидывают, которые здесь живут. Хочу спросить. Ну что, платить пять тысяч и на следующий год еще готовить? За свой участок шесть тысяч и за должников еще пятерку. Ну не барская ли это будет дача? Бензин у меня, вот я с мая по июнь конец, я уже на бензин шесть тысяч потратила. Но это не только на дачу я, конечно, ездила. Я ездила и на работу, и так по делам. Ну просто я говорю, дача-то золотая выходит. Так легче. Наверное, от нее избавиться и фруктов купить на рынке, и овощей купить на эту сумму. Вот в итоге. Ну что будет с нами? Вопросы, вопросы и вопросы. Придется сегодня опять уезжать домой. А так бы остались на даче. Включили бы телевизор вечером, баню натопили. А без света что сделаешь? Ну поработаю я. Ну помоюсь я. Шесть часов темнеет, потому что пасмурная погода. И что, спать ложиться? Ну вот безобразия полнейшие творятся. Ну я думаю, в ответе же за все, в общем-то, как бы правление. Они же получали заработную плату за это. Не знаю. Что дальше будет? Решение вопроса по электроснабжению, которые на сегодняшний день очень насущны. Принятие утверждения с нескольких вопросов за 2011 год, потому что на собрании, которое проводилось у нас весной, наше коллективное заявление в подписи членов СНТ на проведение внеочередного собрания. В поведении дня избрание организателей СНТ-транспортных, избрание полнение СНТ-транспортных, решение вопроса по электроснабжению, принятие утверждения членских и телевизмассов на 2019 год и избрание ревизионной комиссии. Собрание у нас назначено. Пожалуйста, подпишите нам его. Я подпишу? Я подпишу и зафиксирую. Ставите все-таки ксерокопию. Знаю, что у вас иногда бывают потопы. У нас потопов никогда не бывает. Они же нам на собрании сказали, что у вас все документы установлены. Кто вы такое сказал? Нина Николаевна, все запечатлено на камере. У меня тоже все запечатлено. Не будем спарить. Речка с обещанием. Вот именно. Пожалуйста. Спасибо, Нина Николаевна. Задолженность у нас образовалась из-за того, что на нарезке на новой у нас не доделана до конца по тех условиям. Подключена всего лишь одна подстанция. Это 203 данничных дома и 30 участков. Остальные подстанции, это еще должно быть 4 подстанции, у нас не введены в эксплуатацию. Поэтому люди подключены. Вначале были подключены от старой нарезки, что составляло протяженность 13 километров. Потери были очень огромные. Затем мы подключили только как бы РЭС наконец разрешила нам подключить одну подстанцию на 37 участке. Это 203 дачных дома. И подключилась, вот если вы на схеме видите, я могу показать. Вот это вот, обратите внимание, вот эта вот подстанция, вот эта подстанция обслуживает вот эту все. Если раньше они предлагали, что заберут долги должников и сами будут взыскивать. Теперь они говорят, что пусть юрист даст нам взысканные вот эти вот суммы, и мы тогда сами взыщем. Ну, чтобы суды просили. Поэтому сейчас будем решать с юристами, как это все делать. Вы дебиторку переступаете? Да, дебиторку переступаем, чтобы нам выйти из данной ситуации. На данный момент у нас уже осталось, так как 900 тысяч, мы перечислили 2 миллиона 800. Сейчас вот решается вопрос, комиссия собралась по нашу НЭС, сейчас вот съезжу и опять вернусь. Что это самое, как бы, новое гарантийное обязательство, чтобы дальше нам работать и оплачивать. Еще несколько маленьких вопросов. То есть вы, как бы, нечистоплотность управления полностью отметаете? Конечно, конечно. И на это мы пойдем даже в суд. Такой момент. А что касается пляжей? Говорят, сдавали деньги вроде как на пляж. Нет, никогда никакого пляжа не было. Это учатка, который также, как и приобретали по договору, в области, в области, в области. Этот учаток приобретен, как бы, на моих, ну, даже, покажу все документы. Это мой участок. Никто на него никогда не сдавал. Он был оформлен сначала на СНК-транспортник, а потом перешел к вам. А как ваш участок? Вот, идем и слушаем. Работает генератор. Вот так люди должны в цивильный век сидеть на генераторах, а не питаться от электроэнергии, которую подает город. Вот. Работает генератор. Терминство. Работает генератор. Продолжение следует...